так почитаю вопросы вот у нас все столько же не больше не меньше так виноградов здравия привет Алексей как я вам благодарен если бы у него я бы не знал что признание пришло 150 или 200 сайтов мошеннических признали меня мои фотографии уникальны или даже у тебя был случай ой нет дело прошлое может уже исправились я как вспомню мы крупнейшая научно я почему-то саженцами торгует там научная организация у нас работает помните когда-то кто старые фильмы видел ну как старые пятилетние давности мы мы имеем в составе 4 доктора наук 16 кандидатов а потом бакс в моей фотографии даже свои там вырастить не могли 4 доктора 16 кандидатов здравия здравствуйте курган мне всегда интересно с кем я имею дело смотритель привет Александр без вас было бы скучно спасибо Александр да вы поздравили нашу женщину я присоединяюсь к вам я тоже поздравляю нашу женщину господи что бы мы без вас делали вы самое главное на свете все что есть на свете самого дорогого самого ценного это вы господи недооцененные вот я вас всех люблю я вас всех обожаю я вас всех поздравляю вместе с Александром так Светлана присоединяется так Лариса Михайловна Михайлова присоединяется так кто то уже прививал так так всем Иванова в Архангельске ну так как всегда бывает болтается и болтается циклон эти циклон Галкино Челябинск Дмитров Немцова Гришунин Поздравление Свердловская область Надежда а почему расстраиваю это наверное от моих слов от моего митинга опять наверное я не знаю может не так надо было но не замечать то что творится в стране всем здравия Ростовская область благодарю за защиту муравьев вы знаете я всегда защищаюсь за северных муравьев у вас сложилось такое мнение что ненависть к ним это Ростов это Кубань вот я не знаю вот что у вас творится дело в том что деревья гимка ну как сказать деревья повреждаются независимо от того даже от нас подходит его секатором или нет хватает у него врагов и так и чуть только оно слабеет появляется тля за тлей муравьи ну я сто раз считаю ну жил бы я там я бы видел огромное количество муравьев которые сновают это я такое видел у себя но когда деревья болели я же их калечил как все так когда-то давно путем умных обрезов была уничтожена мелкая несъедобная груша но она дала густую поросль у вас выписали серенки от двух груш чтобы их привить на эту поросль ничего что они будут густые от разных сортов Алтайский край мой ответ такой очень оптимистический как можно больше прививок так густо не боятся что густо они сами разберутся а ведь что такое поросль от двух груш взрослых там мощные корни мощные справятся выкормят а там они уже между собой решат кто имеет право на жизнь кто нет заранее не решайте за них а то мол сделаю три прививки окончится одной или вообще не одной пусть будет пять десять пятнадцать помните фотографию с левой китайской сколько там можно втыкать я и буду втыкать так Людмила а у нас солнышко пригорело слабая москва зеленоград много обжарки гладил в солнце дней спасибо приближается время в прививок дабы освежить сноровку потренировался на веточках античка с используя ваших леночек долго думал из чего сделать бирки решение прошло простое жестяные батюшки из под напитков написанной простой ручкой пасты не остается выдавлена букта отлично видно все правильно я как бич собирал эти самые пустые пивные бутылки разрезал и делал бирки так оценить пожалуйста план три рядом растущих сеянца облакировкой объединить в один то есть три корни одна верхушка в регионе очень сухо так пробовать никто не запрещает то есть облакировка получается вы их как бы срастите в общий организм вот я бы не стал этого делать вот они растут три рядом сеянца и пусть себе растут надо иметь возможность как-то сказать что-то может получиться в результате кто-то даст морозостойкость кто-то в качество а может ничего не получится когда три сеянца раза не это не сделаны введенный организм не собраны вы потом увидите что имеют право на жизнь а что и нет так что а то что сухо от этого не зависит это три корни одна верхушка или три корни три верхушки возможно ли селекция по направлению устойчивости к болезням какие вы видите пути такой селекции ну самое напрасно одно не привитое дерево оно самое устойчивое с привитым надо как мне много лет поколение за поколением выращивать пока она станет устойчиво оно зависит от биологической совместимости это важнейший момент самое обидное по двое минус пятьдесят удерживать привой тридцать значит мы надеемся хотя бы на сорок устойчивость к морозу это первый признак устойчивости к болезням согласны этим все таки на большей части россия вот только сейчас мы вверху читали что Архангельская область минус двадцать извините на улице март это уже не шутки так вот получается что непривитое дерево правильно посажено корневая шейка на месте приподнята над землей желательно потом хосточка не заглублена так сильно чтобы начало гнить основание штамба вот не подходить секатором без причины не делать искусство то есть вот тут получается вот она уже устойчива к болезни так а как можно еще сделать более устойчивость что такое селекция по направлению устойчивости например вы привили на дичок культурную он должен выдерживать я же начал пятьдесят а тридцать привили получили сорок а он при двадцать замерз все вот эти попытки ученых сделать устойчивыми это у них называется они работают в направлении таком чтобы ну у них было максимальное как они как они считают сопротивление да как слово уже забыл старее это как сейчас сейчас это самое ну устойчивость короче вроде бы работ в этом направлении но я смотрю на их изовечные деревья потом покажу мы просто не дошли до этого и продолжим этот же разговор вот для меня селекция существует одна минимум повреждений правильная посадка и несколько поколений чтобы подводить с привоем совместились все а как можно еще делать устойчивые болезни вот вставляют там допустим вставку делают морозостойкую да посередке трех этажа дерева получают вроде бы да покажем морозостойкость дает эту вставку но извините лишний хирургический шок лишняя это несовместимость она больше вреда чем пользы так пока хватит будем на эту тему еще говорить сколько в холодильнике много косточки у меня когда тут год когда у меня получился двойной выражай а на следующий год у меня не было выражая я получается косточки с одного мешка с одного сорта с одной банки или там продавал с одного холодильника продавал два сезона второй сезон я боялся что будет больше этих обид рекламации нет что в тот сезон в нескольких не взошло и сотен что в этот сезон в нескольких не взошло сотен остальные были довольны вот я понял одно что хранение обеспелчил такое что они не пострадали совершенно как я храню вот естественно в сухом виде и если я не дошел до этого момента я хотел сказать сейчас я скажу у меня есть время следующее вот они у меня сейчас сровые видели фотографии видели холодильник а там в одном это абрикосы в другом сливы и вишни и вдруг рано и весна это рано закончится у меня эти заказы и они останутся допустим несколько сотен а может быть несколько тысяч нераспроданных косточек абрикоса несколько сотен или тысяч косточек слив что я придумал я беру еще покупаю пару этих все секреты на виду пару градусников я беру отдельный холодильник и ставлю мороз мороз не мороз а на самый максимум так чтобы хотя бы центре холодильника у меня была температура практически нулевая я вам показывал банку она была забыта там было в саром песке достал я ее в августе то ли при савинич то ли без савинич что-то в голове вертится что случайно нашел вытряхнул и там из сотен косточек не помню каких но только две проклюнулись они были оказывается самую вот с этого кстати начинается селекция представляете пережить такое с одной стороны банка замерзла там был там был лед она же мокрая все вот они не были в пакетах они бы вся банка у меня же часть они так и хранятся еще не распространены в общих тракторов банки у каждой там две-три-четыре сотни и все это песком засыпано и вот так такая была получается пережили уже был август фактически если бы я не видел что у меня свежий урожай достойный урожай я просто выкинул сделал фотографии показывал вот еще покажу если наткнусь и получается что я мог их просто посадить и получить урожай то есть ничего с ними не случилось а почему потому что еще без чек я все не могу не запомнить не записать огромный объем работы нет у меня секретарши когда человека тоже самое мокром виде с мусором пролежали не взошли а на второй год зашли то есть я решил в этом году максимум распродать максимум а потом провести с оставшимися экспериментами как можно холоднее температура не минусовая практически налевая на следующий год я эти часть высажу часть продам ну как продам естественно с большими уступками скидками учитывая что кто захочет в эксперименте участвовать вот может быть тех кого я хорошо знаю за полцены посмотрим но факт то что в широм виде ответить вопросе могу сколько могут храниться но был звонок сохранился сохранились два года а мне пока сухие два года а мокрые и не пробовал кроме того что в августе обнаружил банку наполовину замерзшие с одного боку вот как мог ответил так вы говорите что храните чернки плотных пакетах я использовал пакеты для вакуумной упаковки вещей что вы думаете по этому поводу дело в том что я никогда даже допустим мне кажется нормально это все но я не скажу да вакуумная упаковка нет почему я так не скажу пока сам не проверю у меня был случай особый я никогда не знал что самое сырое на мороз ой на на сырость самое ненадежное это саженцы и черенки именно груш заметьте не абрикосов официально считается что самые эти слабое на выплевание на вымокание на гибель это именно абрикос а у меня получилось как умный человек его сейчас уважаю но он дал мне совет который то ли не использовал то ли ну короче полиэтилен бутылки появились они давно появились но появились а я не храню вот а я подумал у меня же плотная упаковка что полиэтилен чтобы не пропускала ни влагу не пропускала ни воздух а тут еще луся бутылка напихал яблони пережили абрикосы пережили груши были черные а там же кислород они же живые видимо кончился вот потом видел как некоторые этот совет распространенные вот допустим мы не просто храним мы еще и транспортируем полиэтиленов пакетов вот присылает мне человек ценнейшие черенки и там мокрый тляпочка посылка шла долго тогда дольше 15-20 дней все получил гнилое вот вам мокрая тряпочка поэтому все что я сам не пробовал поэтому я отвечаю пакеты для вакуумной упаковки не знаю так я тоже сначала писал гвоздем через час специально указательный палец анимел для ручки тоже лета только удобные палец и море да то есть царапать ручкой обыкновенной ручкой в которой мы пишем письма очень удобно эти же самые фольга толстая с которой делают пальмейная фольга с которой делают пивные банки готовые бирки упакованы ждут своего часа так галина добрый вечер с праздником спасибо галина от имени женщин остальных 40 с лишним привилки еще на каждую косточку а их еще больше может это решено хочется верить лучше ну что ж будем верить что думаете про питомник голуба и саратова на второе абрикос саратовский рубин вы знаете голуба у меня особое уважительное отношение он очень авторитетный человек и действительно абрикос саратовский рубин уникальный по морозостойкости по всем остальным качествам я бы назвал знаете главное качество живучесть невероятно вот уж не верю всем этим 200 а голубу верю однажды это было так давно я начал печататься еще даже в сибирской газете у меня она есть я любовно храню на нескольких столицах его письмо он ко мне безвестному железу обратился а у него же академическое образование он обращался ко мне как к равному он мне такое письмо написал чуть ли не как отчет вот я его высылал еще чтобы напечатывал письмо полезная очень в газету но не стала печатать его вот уважаю безмерно и про питомник я просто ничего не знаю вот может я ошибся вот не то что дружба прекратилась просто каждого своя жизнь да может быть у него я даже верю что у него нормальный когда я перечислил там из двух фамилии что не знаю кого рекомендовать возможно питомник голубева еще лучше чем тех две фамилии что я назвал я просто не знаю вот и все но уважение к нему огромное он когда-то первый из авторитетов написал мне письмо вот оно лежит у меня даже была мысль как-то опубликовать его вот но сейчас прошли годы имею ли я право он же мне писал личное письмо вот у меня есть фотографии он даже присылал мне есть фотография где он это как он проводит искусственную селекцию а противники для меня это не привычно и не это душа не лежит а на самом деле там фотография как вот эти же абрикосы обматывал этим самым марлевый полотном из марли даже такой есть и даже где-то про него немножко и фотографии эти печатал но жалко время ушло а вообще осталось одним самое лучшее впечатление это настоящий садоват беларусь злобен все на ярмарке увидел черный принц стало интересно зато польские саженцы уже в башках продают движение вперед я считаю это как по движению вперед в горшках да это движение вперед секатор с привычной с поголовным всех садоводов даже учебных заведениях пробуют улыбаемся и плачем польские яблоки по доллару кило так 60 у нас это 65 рублей 6 6 доллар но это недорого одно этажа это беларусь это там ближе к ним ладно что еще тут интересного привычная это страшная вещь вот эти привычные секаторы я вы просто вот если вы знаете что у нас плохо что у нас стране не таких людей которых есть трибуна всероссийского допустим представляете тот же канал его можно было сделать интересно там канал бобер да где вот эти феи в кавычках командуют хорошо то ли после моего одергивания когда они столько дури столько дури на всеобщее обозрение дикости в саду преподнесли да я же потом пару фильмов выслал при этом угомоните этих фейта и вот вроде бы притихли сейчас только занимается там всякой рудой не знаю кто их смотрит там как они суп готовит или еще что-то или там эти выращивают овощи лишь бы опять не вернулись а вот но дайте я почему их вспомнил то есть прекрасный этот канал вот он бобер это часть канала номер один крупнейших россии если бы там бы кто-то но не обязательно я если вы кто-то это был моих фильмов не показали что я высылал если бы там кто-то бы серьезно на уровне министра замминистра и вот это он бы сказал не покупайте вы эти секаторы ну как еще можно не годятся они для прививки ведь поголовно у всех садоводов вы представляете сколько неудачи ждет что делать с абрикосами которые каждый год подмерзают по уровню снега а за лить их под корень чтобы не занимали место подмерзают привитые абрикосы крупноплодные от них прививали на манджурские и тоже все подморзли не закалились ну манджурский манджурским рознь я не знаю если бы где-то упомянули что-то моё крупноплодные мои не мои вряд ли мои манджурские мои не мои кто скажет что они манджурские ешь сколько среди манджурских продают помните по 1200 по 1800 мои фотографии а на самом-то деле эти манджурства опять с этого лучшим случае с польши не закалились и не надо закаляться манджурцы закаляться только портить человек закалять то в него это пройдут годы они могут расслабиться но не сразу же скорее выпили какие были мороз сколько снега ну виноградов сейчас сказать скорее всего он прав рядом серафим привитые и не привитые сыны манджурцев не выпили серафим привитые серафим мой ли не мой ли привитые сыны манджурцев а сына манджурцев это мое фирменное название не выпили если моё то спасибо за добрые слова так фото в студии правильно только это пусть мне пришли там разберем на следующем бигдаре попозже через месяц пащенко с праздником а вот тут написано в сообщении 6 это где они вроде бы закончили мы нажать не вижу ничего так ну что антон валяясь мы закончили мы закончили как раз наше время среднее вышло вот настало не больше настало не меньше никто наверняка если говорит что позвонил никто не получил ответ от этих мошенников просто чтобы вы смеете хотя бы я уж не говорю про суды или там это наверняка никто не послал прошли вебинар министру наверное да и вот еще вот он каталог семян железово время уходит ребята лучше сегодня переборщить чем завтра оказаться вообще без сада все до свидания друзья спокойной ночи встретимся ровно через неделю и еще о